Кто же его отремонтирует? Он же памятник. Жители пятиэтажки номер 34-45 по улице Мархлевского, в народе его называют дом-комод, последние несколько лет живут в ожидании капремонта крыши. Весной и осенью квартиры уставлены ведрами и тазами. С потолка течет рекой. Зимой на стенах плесень цветет пышным цветом. Здесь все круглый год, плесень уже съела, вон она наверху, внизу стены, постоянно мокрые. Вот сейчас мы высушили. Был сильный мороз, они замерзли, потом растаяли, это все текло. Людмила Викторовна в управляющую компанию ходит как на работу, регулярно пишет заявление. Добилась того, что коммунальщики предлагают за свой счет переклеить в квартире обои. Но смысла нет, продержатся они до следующего дождя. Люстры нет, электричество отключено, вода вот здесь собирается, мы начинаем, уже не вызываем мастеров, у меня сын начинает отсасывать воду в ведро. На сайте рекоператора указано, крыша в планах на капитальный ремонт в 2015 году. На дворе 2017-й специалисты к работам еще не приступали. Я сплю в болоте, особенно когда снег растаял, морозы были сильные. Все текло, я легла как в болото. Это за что? Платим за квартиру, исправно платим. И никаких мер не принимают. Зато снаружи дом как на картинке. В 2014-м в нашем эфире мы рассказывали про восстановительные работы на фасаде. Здание на Мархлевского построено в стиле советского классицизма. На крыше башня Бельведер, балюстрада по периметру. За реставрацией памятника архитектуры тщательно следили специалисты Департамента культуры. Чтобы сохранить этот памятник, было принято решение направить из бюджета города более 5,8 миллионов рублей на проведение капитального ремонта фасада данного здания. Данные работы были полностью поддержаны жителями данного дома. Правда, есть вопрос, как можно было реставрировать фасад при аварийной крыше. Ответ простой. Официальный в том, что деньги из разных кошельков. На фасад из городской казны, на крышу из фонда капремонта. Неофициальная версия жителей – дом отремонтировали, чтобы он не портил внешний вид улиц. Строение выходит на Мархлевского и Кузнецова. А туда, в здание УМВД и детский дом Звездный, часто ездят первые лица. То, что крыша обветшала, снаружи не видно. Визуально здание образцовое. Ой, это вообще и пахнет, это антисанитария полнейшая. Это все, это же гнилье, это же все гниет стена. Сергей Львович войну плесени объявил три года назад. Пока мужчина проигрывает. Когда течет, подставляем тазики, лезем на крышу своими силами, запениваем, закрашиваем, за цементным раствором заклеиваем. Но, конечно, пока что никто нам эти расходы не возмещал. При обращении в компанию управляющую нам говорят, что никто вам эту крышу ремонтировать не будет. И снег с крыши счищать тоже никто не будет. К управляющей компании тоже есть вопросы. Жильцы жалуются на равнодушие и безинициативность коммунальщиков. Я писала неоднократно в управляющую компанию, чтобы провели хотя бы текущий ремонт кровли. Рабочие, был составлен акт, рабочие пришли, запенили эти дыры и проклеили лентой. Когда подсохла крыша летом, проклеили лентой, все. Собственно, осталось то же самое. За разъяснениями звоним специалистам, ответственным за этот дом. Жилищная сервисная служба, менеджер управляющей компании 1472, звонки через нас. Телефонных номеров более нет. Никаких. Компания, в которую нельзя позвонить, символически расположена на переулке Конспиративный. Директор предприятия рассказывает, о проблемах жителей коммунальщики знают, но решить их не могут. Даже стропильную систему уже ремонтировали на этом доме не один раз. Но, к сожалению, то состояние, в которое пребывает кровлятого дома, она уже требует именно капитального ремонта. Наш текущий ремонт только поддерживающие, носят характер. И мы можем только во время снеготаяния и в период, допустим, мобильных атмосферных осадков только применять меры поддерживающие, хотя бы как-то не допускать. Специалисты Фонда капитального ремонта разъяснили – крыша действительно аварийная. И в плане работы она стояла на 2015 год. Но поскольку дом является памятником архитектуры, к ремонту нельзя приступать без проектной документации. Ее изготовление на финишной прямой. Работы, уверили нас в службе рекоператора, начнутся в этом году. Пережить под проливным дождем собственникам квартир осталось только эту весну.